Какой пример ДЗП получает игрокоманда ВП? Ой, не скажу сейчас, не скажу, не имею вообще такой информации, но я думаю, что до 5000 долларов, я не думаю, что больше, вряд ли больше, как будто бы не заслуживают, хотя я не знаю на самом деле, может быть и больше, вряд ли меньше тоже, я думаю где-то так. Но я говорю, я не в курсе, у меня нет информации, я не то, чтобы дохера люблю чужие деньги считать, поэтому не то, чтобы я хожу и спрашиваю у всех, у кого где, какая зарплата, я могу это выяснить, проблем мало с тем, чтобы это узнать, знакомые есть везде, чтобы примерно, по крайней мере, диапазон знать, но мне это просто не особо интересно. Но много бы я им не платил. Много этим бы я много не платил точно. Золотой состав по десятке получал? Не, золотой состав там в пике 25 тысяч было у них зарплата. И была самая большая зарплата в доте вообще. Ну, по крайней мере, среди не китайских команд, потому что про китайские команды мало информации, и там все время слухи ходят какие-то вообще там сумасшедшие, что кому-то платят там 100 тысяч долларов. Ну, я в это все слабо верю, на самом деле. Это такие слухи, ничем не подтвержденные. Вот, возможно, многие помнят, ну, Олде, Олде, меня в основном-то только такие смотрят, помнят, да, состав польской пятерки Virtus.pro в Counter-Strike. Ну, легенды вот эти, Нео, Таста, Паша, Бицуха. Вот, короче, как-то раз случилась такая ситуация, что они выиграли то ли мажор, то ли чё, и ныне покойный Антон Черепеньков, который тогда, классика, который тогда являлся ICO, там, создателем и главным инвестором, и всё на свете одновременно в Virtus.pro, он подарил Тазу машину. Мерс. Ну, просто, просто это был лично его подарок. Типа, как капитану команды, мол, которая привела, вот, если что, как поговаривают, это развалило команду к хуям. Потому что начались какие-то, знаете, ну, какое-то недовольство, а почему ему, а не мне, мол, о чём все, типа, мол, приложились, все вложились, это как-то несправедливо. Ну, знаете, даже начались какие-то, типа, в виде шутки, мол, а чё, чел, там, знаете, пришли в рейстик, вы, образно говоря, на этой гипотетическую ситуацию, но вы можете просто примерно прикинуть, как это работает. Да, челу подарили Мерс, там, не знаю, за 100 тысяч бачей, образно, каких-нибудь, вы пришли там в рейстик, вас, ну, там, надо за счёт заплатить, и уже кто-то говорит, слушай, а чё, можешь заплатишь, тебе же Мерс подарили. Вроде шутка, да, а вот осадочек остаётся, и вот так вот это накапливается, и вот реально говорят, что вот такая история, она команду убила, то есть, как бы это не было бы забавно. Ну, понятно, не только она, то есть, естественно, это какие-то противоречия уже накапливались, но это послужило одним из триггеров, триггерных событий, и как бы если в команде у людей будет разная зарплата, это плохо, ну, это реально, это плохо. Почему у него больше, чем у меня, да, чем он лучше меня, будет думать человек, который узнает, что у кого-то зарплата больше, поэтому они, конечно, одинаковые обычно, хотя, скажем так, я знаю, примеры, где они были разными, эти зарплаты. И эти команды, кстати, хуёво закончили, весьма хуёво, как раз-таки они рассыпались, и опять же, не то чтобы по этой причине, но это тоже, как бы, один из, может быть, каких-нибудь десяток, но факторов, да. Всё вместе, в совокупности, где-то может давить на человека, там, я не знаю, кому-то платят зарплату больше, чем ему, но человек видит, что тому, кому платят больше, он меньше вкладывается, меньше тренируется и так далее. И он думает, какого хуя, какого хуя, но этот вопрос, он не то чтобы, как бы, может с кем-то поднять, но с кем он его должен поднимать. Типа, с этим человеком, нет, с кем, с менеджментом, выглядит как ныть йода и вообще, как-то даже стыдно и как-то некомфортно, какой-то странный разговор, но где-то зато там на подкорке этой мысли висит. И потом она где-нибудь всплывает в конфликте. Или провоцирует отчасти конфликты. Поэтому, конечно, они одинаковые, зарплаты должны быть всегда, и у большинства команд так и есть. Сравнивать там образы с каким-нибудь футболом, да, где у людей, естественно, разные абсолютно контракт зарплаты, глупо весьма, там, другая атмосфера совсем. Ну, в большом спорте. Там, слишком много игроков в командах, да, там, миллион человек. Просто киберспорт это, ну, такое, типа, пять человек и все. А их семья должны быть. Нет такого, что их там 10 на поле, 30 на скамейке, 40 еще где-то там на подходе и так далее. Странно будет, если Пупей и Соло будут получать одинаково с остальными тимми. А чё странно? Ничего странно. Пупей является совладельцем своей команды, в которую он играет. Он, по идее, имеет там определенные рычаги, чтобы установить сам себе зарплату, вероятно, да. И, ну, наверняка, он должен платить себе столько же, сколько другим. Ну, как бы, это было бы, наверное, для коллектива правильнее. Хотя все бы поняли, например, если бы Пупей платил себе в два раза больше, чем другим своим тиммейтам. Но если бы я хотел делать корректив такой равноправный, чтобы всем было комфортно играть, очевидно, что ты только можешь себе только меньше платить тогда, чем людям. Но не больше. Иначе это будет, возможно, вызывать опять же те же самые вопросы. Вот, а почему нет в доте замен? Ну, просто потому что нет этой культуры. Нет культуры замен. Да, то есть, когда человек сидит, например, в футбольном клубе, там, на замене, в принципе, нечасто выходит на поле, это нормально считается. Это почетно даже считается, в крутом клубе сидеть на замене. Ну, сейчас там кто травмируется, какой он чел, и ты будешь вместо него. Ты в крутом клубе. Когда вы выиграете Лигу Чемпионов, там, или еще что там, не важно, ты также будешь со всеми отмечать. Ты такая же часть команды, ты с ней тренируешь, ты... Ну, короче, ты вот, ты просто часто сидишь на скамейке. Но это как бы для нормальной ситуации. Ну, понятно, что не для всех, у кого там амбиции побольше, но тем не менее. И там люди сидят и сидят на этих скамейках, и ничего страшного. Потом в один момент травмируется Месси, еще какой-нибудь хрен, и еще какой-нибудь хрен, и вот ты выйдешь в итоге, забьешь голд свой, и все, пиздец. Гонорар их здесь вырастает, и все-таки нихуя он жарит, оказывается, он на скамейке сидел все это время. Вот. А в доте нет такой культуры. Если ты будешь сидеть на замене, всем похуй на тебя. То есть какой-то смысл тебе сидеть на замене, если ты можешь собрать лучший состав какой-нибудь сам, и поиграть где-нибудь, вместо того, чтобы сидеть на замене. Потому что ты же не можешь собрать просто образно в футбольце, или еще где, какой-то состав, да, и зарегаться куда-то там, и играть. Ну, это невозможно, блин. Так инфраструктура там не работает. Типа, поэтому ты, вот есть какие-то команды, и ты рад, как бы, в нее попасть, и пускай на замене сидеть на скамейке, тренироваться и ждать свой час. А в доте ты можешь на любой турнир куда угодно просто собрать команду, зарегаться в квалы, и все. И зачем, получается, челу суперкрутому, который круто играет, но, может быть, не дотягивать немного до тех, кто в основном составе, зачем ему сидеть там на замене, если он может еще взять себе несколько человек, пойти зарегаться на какие-нибудь квалы, выиграть их, и уже играть на турнире, и уже получить спонсорство, и все, и кайфовать все эти игры. То есть нет резона, как бы. Нет этой культуры, нет необходимости в этом всем и так далее. Поэтому и замены этих не существует.